друзья всем еще раз привет добро пожаловать на канал сегодня будет на обзоре land cruiser посмотрим сколько машин уже есть в наличии какие у них цены что вообще происходит с рынком а также какие есть варианты доработок этого самого land cruiser 24 года поехали ну что друзья уже их становится все больше и больше у дилеров все больше больше машины доступны конкретного этого дилера мы находимся это toyota cortisi в городе брендон здесь рядом с тампой у этого дилера раз 23 автомобиля один в белом цвете и 2 в черном цвете все комплектации это toyota land cruiser toyota land cruiser то есть toyota так и называют свою машину модель land cruiser комплектация land cruiser получается вот такое задвоение очень странное решение ну да ладно у меня на канале вы уже могли видеть и обзор и тест-драйв соответственно нового land cruiser а много было очень комментариев отзывов о том что это страшная какая-то угребищная машина черти что кто-то писал типа фары позаимствовали у жигулей семерки или пятерки в общем неважно друзья хочется отметить что в общем это конечно все дело вкуса я об этом спорить не буду каждый выбирает сам себе что ему нравится в общем независимо от того как это все выглядит хочется отметить что в любом случае выбор у вас есть в первом видео вы смотрели обзор toyota land cruiser first edition это была самая топовая комплектация с наценкой дилера 20000 долларов за 100000 сейчас рынок уже постепенно остыл о чем это говорит о том что большинство дилеров сейчас уже продают эту машину без наценок хотя я бы сказал наверно 50 на 50 я подписан на группу то это land cruiser в фейсбуке и хочется сказать многие ребята купили land cruiser и даже с некоторыми скидками эта машина на самом деле она не такая горячая не такая популярная как я думал и как думали некоторые в чем соль вообще о чем речь речь о том что в самой базе эта машина стоит практически без малого 60000 долларов и отдавать 60000 за машину которая до на раме до с двумя блокировками да она с гибридным двигателем и тому подобное отдавать все равно за нее как бы кучу денег и она будет на тканевом салоне она будет даже не на кожзаме она будет без вентиляции она будет с подогревами только у нее не будет охлаждаемого бокса хотя в этой машине его тоже нет у него не будет ни люка ничего то есть ну честно он в салоне выглядит очень бедно вот это вторая комплектация у меня самый базовый самый бедный еще на обзоре не было то есть пока что меня была самая топовая на обзоре и вот такая машина была в средней комплектации на тест-драйве кому интересно как едет эта машина как она ведет себя на дороге прошу добро пожаловать на мой канал посмотрите соответствующее видео в своем видео кстати тогда сказал о том что машина мне не понравилась точки зрения как она едет некоторые из вас писали о том что и забыл выключить режим песок или там еще что-то или спорт режим не друзья речь вообще была не об этом речь была о том что новый land cruiser он его немножко трусит такое ощущение что у него идет как бы или смещение фаз какой-то или что-то с гибридной системой или у него я не знаю я не знаю ну то есть пропуски какие-то происходят в цилиндрах я не знаю что происходит но самое интересное и мне хотелось это тоже вам сказать что написал человек который ну вот мой подписчик он потестил машину 24 литровым мотором turbo без гибрида в казахстане он подтвердил мое мнение то есть машина на немножко дерганая в этом плане и непонятно то ли это трансмиссия то ли это двигатель то ли это еще что-то по слухам я смотрел что есть какие-то проблемы с настройкой самой коробки здесь восьмиступенчатая стоит в которой встроен в сам корпус коробки встроен еще сэндвич из электромотора помните я рассказывал то здесь установка гибридная и force max но тот человек то же самое повторил на машине без гибрида поэтому ну скорее всего возможно сама коробка возможно та конкретная модель была вот именно тот конкретный экземпляр я честно говоря не знаю своим поделился то что я почувствовал тем что я почувствовал поэтому мне машина не очень понравилась тогда она немножко какая-то дерганая была и дело не в раме не в спорт режиме вам серьезно говорю ладно возвращаясь к самому автомобилю эта машина в конкретном случае с этой второй комплектации стоит 65 700 это до налогов друзья то есть если вы приехали к этому дилеру прямо сейчас три машины в наличии вы хотите купить вы выкладываете эту сумму 65 700 вы выкладываете еще 7 процентов налогов это будет приблизительно 1004 и вы ставите машину на учет это будет еще где-то 1200 примерно то есть всего вам машина выйдет уже на номерах где-то 72 тысячи долларов полностью уже здесь совсем опять-таки речь идет о том что дилер не докидывает своих каких-то наценок вот то есть исключительно за рекомендованную за р р ц продает вот как у нас выглядит багажник багажник здесь достаточно глубокий объемный но из минусов американского land cruiser а он же кстати друзья land cruiser prada да да именно 250 land cruiser здесь в америке называется просто land cruiser у нас бывших странах союза называется это pradik и в азии тоже pradik поэтому вы абсолютно праве когда вы говорите что это land cruiser prada вот единственный минус да в этой версии с гибридным вариантом у вас под сидушками здесь сзади стоит дополнительно батарея гибридная соответственно это вам не дает возможность установить сюда третий ряд хотя третий ряд присутствует на рынках других там где land cruiser продается или с дохленьким 2 и 7 литровым от на 4 цилиндровым или с 2 и 8 литровым турбо дизелем вот здесь же в сша вариант только гибридный 2 4 литровый turbo айфорс макс диодная оптика у нас по кругу здесь у нас данном случае стоят колеса двести шестьдесят пять на семьдесят восемнадцать пороги вот кстати ценник 65 589 машина собирается на заводе тахара провинция или префектура аичи япония то есть чисто японская сборка то есть у нас искусственная кожа можно сложить сидушки вот таким образом это все откидывается и у вас будет большое пространство я уже это вам показывал вы понимаете работает это приблизительно точно так же как она и работала до этого есть подстаканник подстаканники в подлокотнике третья зона климата есть подогрева данном случае нет есть порты зарядки большой центральный тоннель само собой машины на раме машина имеет заднеприводную архитектуру и полный привод всегда то есть по технике здесь 220 220 миллиметров клиренс рама запаска сзади под багажником находится под полом в этой версии даже нет у пассажира сервопривода электрорегулировок сиденья к сожалению надписи toyota вот полный привод всегда даже в базе у вас 22 блокировки это задняя блокировка и центральная блокировка во второй комплектации есть возможность распустить передний стабилизатор поперечной устойчивости как это давно сделано в джип пранглер еще лет пять назад когда вы только презентовали новое поколение климата сказал трехзоны в данном случае у нас есть и вентиляции подогрев это вторая версия и вот такой вот экранчик мультимедийной системы примерно 12 дюймов и цифровая приборка тоже около 12 дюймов зеркало с автозатемнением управление гаражными воротами потолок черный но люка здесь нет люк будет самой топовой комплектации и нету охлаждаемого вот этого бокса вот здесь выбор режимов езды соответственно пониженная и повышенный блокировка выключение системы стабилизации естественно здесь есть кролл контрол и мультитеррейн респонс селекс возможность выбора режимов езды снег грязь и тому подобное скользкий не скользкий вот это стучишка консервная банка вот тойота в этом плане как была консервная банка так и осталось ну кто бы что не говорил к сожалению материалы так себе еще кстати из интересного друзья что хочется отметить что если сравнить эту машину например по ценам с тем же lexus gx 550 lexus gx 550 за вменяемые там примерно 70 тысяч долларов что-то на уровне этого автомобиля будет уже с битурбо в 6 с более приятным салоном единственное у него не будет конечно задней блокировки то есть задней блокировки это для предназначены для топовых самых версиях овертрейл друзья вот то есть тойота в этом плане она чуть лучше оснащена уже по технике в базе пытаясь не снимать людей левых которые ходят смотрят на машину ну в общем рынок постепенно охлаждается машин становится все больше и больше людей я посмотрю в этой группе делюсь тем что я наблюдаю в этой группе готовы ехать за 39 земель к другому дилеру если вдруг у них на районе находится дилер очень жадный который соответственно продает машину с дикой наценкой а время этих наценок уже прошло здесь штатах рынок уже постепенно насытился этими машинами вот они едут за 39 земель дилеру который не делать никаких наценок а иногда даже делает несколько тысяч долларов скидки так вот возвращаясь к стоимости базовой машины у которой круглые фары эта версия 1958 она здесь стоит без малого 60 тысяч до налогов с налогами будет и с оформлением приблизительно 65 66 это как я сказал где-то 72 а самая топовая которая была у меня на обзоре тоже с круглыми фарами версия first edition она улетает за 80 тысяч долларов здесь резонный вопрос что взять gx-550 все таки или этот land cruiser вот люди неохотно берут самую базовую версию потому что она идет на тряпке найдет без люка найдет без черного потолка без камер 360 очень мало удобств не и выглядит она достаточно бедно друзья все-таки нашел я самый базовый land cruiser 1958 всегда постоянный полный привод как у всех остальных две блокировки но нет распускающегося стабилизатора экранчик смотрим маленький приборка цифровая тоже уменьшенная климат по-прежнему здесь трехзонный здесь добавлен еще точнее добавлена идет подогрев руля и подогрев сидений но сами сидушки вы видите но они из такой плотной ткани то есть это не самая какая-то дешевая на похоже на велюрчик или махровая какая-то типа такого махрового халата и за я утрирую может смешно кому-то будет мои сравнения слышать но в общем вы поняли выглядит достаточно бедненько но она такая износостойкая я бы сказал я думал она будет потоньше вот естественно все ручное очень много пластика здесь вот но вроде как ничего не скрипит не гремит в этом плане вроде нормально супер базовый салон рекомендованная цена завода производителя 62 тысячи хотя изначально самая база стоит 57 здесь добавлено дополнительно шины нет то 18 вседорожные 1600 долларов подножки добавлены тысячи долларов и добавлено добавлен регистратор тойотовский регистратор коврики и что у нас еще интерьер и в принципе все друзья так помощь на дороге защита краски до подогрев руля подогрев сиденья до базы комплектация но они добавили вот эти шины подножки коврики и регистратор то есть этого машина стоит 62 586 вообще самая базовая без вот этих внедорожных шин не то на обычных заводских шинах и без этих подножек стоит 57 58 данном случае 62 800 и внешний вид вот такой вот 18 колеса 265 на 65 r18 ну бодренько выглядит но люди ставят еще больше колеса резину на этот дилер докинул еще 5000 сверху пять с половиной вот эта круглая оптика кому-то нравится прямоугольная кому-то круглая вот как выглядит самый базовый land cruiser prada он же 250 он же просто land cruiser на американском рынке так что вот такие цены друзья пока вот такая вставочка возвращаемся к нашему черному land cruiser в средней комплектации плюс конечно несомненно это начинка да но начинка она еще под вопросом как покажет себя на практике как покажет по долговечности по всему остальному поэтому я бы не говорил так однозначно что его стоит сломя голову слепо покупать просто благодаря вот этой вот надежности так что друзья время покажет я хотел с вами поделиться тем что сколько стоят эти машины у данного дилера пока что наценок хотел сказать не вижу наценок но я уже увидел наценку и эта машина стоит вместо 66 тысяч долларов 71 400 вот этот дилер все-таки гребет дополнительные бабки то есть все еще тяжело друзья найти прямо где-то рядом вашем городе вашем районе дилера вот но 50 на 50 примерно то есть то что я наблюдаю других штатах не во флориде флорида довольно жадный штат в этом плане вот спрос на машину большой поэтому есть наценки как то так это все выглядит мультимедиа уже показывал еще хочется что добавить друзья то что уже пошли дополнительные опции на автор маркете то есть соответственно вы можете поставить сюда там уже тридцать пятый а то и некоторые ставят даже тридцать седьмые колеса я вот нахожусь в этой группе возможно я приложу фотографии если получится к этому видео многие убирают вот эти подкрылки убирают брызговики ставят огромнейшие колеса 285 на 75 18 мудовая резина по подвеске пока еще изменений никаких не видел но по крайней мере колеса уже люди экспериментируют и второй момент то есть первая модификация 1 апгрейд это огромные колеса люди хотят куда-то ехать покорять бездорожье вторая модификация это не убирают этот пластиковый бампер ставят железный тяжеленный огромный бампер со встроенной лебедкой убирают вот эти вот подножки чтобы они не мешали карабкаться по камням по всему остальному чтобы они просто не оторвали получается такой уже ну очень уверенный внедорожник как бы и скорее всего те люди не скорее всего некоторые вот сколько я помню по этой группе купили именно базовый 1958 самую дешевую версию и дооснащает ее сами ставят новые колеса более жирную резину внедорожную ставят огромные железные металлические вот эти вот бампера с встроенными лебедками потихонечку готовят машины под off-road то есть в принципе чисто как материал такой вот стартовый для того чтобы превратить эту машину в такого хорошего внедорожника в принципе неплохо еще осталось подождать когда выйдет новый toyota fourrunner обязательно его возьму на тест-драйв и на обзор как только эта машина появится интересно будет сравнить с этой машиной но уже сразу хочется сказать что эта машина будет более премиально если мы берем не самую базовую версию так что друзья вот новый land cruiser все больше и больше в наличии пишите если вас интересует такая машина такую машину можно пригнать из сша к вам страну цены примерно я вам уже сказал прибавлять 7 до 7 процентов к этому всему и доставка там несколько тысяч грузия казахстан турция вот такие вот друзья дела land cruiser все больше и больше доступен цены пока что еще у некоторых покусываются но при этом есть еще дилеры которые уже точнее которые продают этой машины без наценок что действительно радует стоит ли эта машина своих денег вопрос зависит уже от вас готовы ли вы платить друзья вот нравится кому-то внешка или не нравится это дело вкуса мое дело показать рассказать вот так что пишите комментарии делитесь друзья своими мыслями по поводу этого автомобиля прочитал все ваши комментарии которые вы оставили под двумя предыдущими видео про land cruiser вот себе бы я такую машину не купил если честно потому что ну как бы она мне не надо и где на нем ездить по бездорожью вот я знаю что многие любят такой автомобиль вот друзья так что надеюсь вам этот обзор понравился подписывайтесь на канал поддержите канал лайком подпиской напишите комментарии и до новых встреч всем хорошего дня и пока